МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом смысле слова взрыв на складе боеприпасов на Украине, в Черниговской области, и есть пострадавшие, и проводится массовая эвакуация, никогда не было и вот опять, как говорится, кто виноват-то. Кстати говоря, при нынешней власти это уже четвертый мощный взрыв на складе боеприпасов. Преступная халатность – это огромный склад, они не могут ими управлять. Вторая часть – это хищение. Но есть третья причина. Вот понимаете, беда заключается тут очень важная общественная в том, что люди не делают разницы между, не знаю, купленным на базаре яблоком и крупной военной продукцией. А купленные на базаре яблоко и крупная военная продукция совершенно по-разному маркируются, отслеживаются. С того момента, как было сказано, что снаряд этого Бука такой-то, такой-то, с такой-то маркировкой, все знают точно, какого числа и в какое время он переехал сюда, туда, обратно и так далее. Значит, помимо всего прочего, все эти взрывы – это попытка концев в воду. Слушайте, интересная версия. Вот и все. Да, да, да. Вот эти три причины существуют. В эти минуты саперы метр за метром проверяют территорию вокруг военного склада в Красноярском крае. Сильный пожар сегодня удалось окончательно ликвидировать, прекратились и взрывы. Однако на многие километры вокруг разлетались снаряды. Никогда не было и вот опять, как говорится. Это как раз тот случай, когда инстинкт самосохранения отсутствует начистое. Жители села Каменка возле взорвавшегося арсенала в Красноярском крае, наплевав на запреты, пробрались к своим домам. Кругом являются снаряды. Много ущерба нанесено домам именно от этих снарядов. Повалены заборы, есть дыры в домах, прям крыши снесены. Катали снаряды ногами, рылись на развалинах. И это при том, что тушение пожара еще не было закончено. Достоверно подтверждена гибель одного человека. Еще восемь получили ранения. Сначала трагедия, которая произошла недалеко от нашей базы Северного флота. На военном полигоне в Архангельской области, в районе населенного пункта Ненокса, сегодня прогремел взрыв и начался пожар. Миновороны сообщили о двоих погибших и шести раненых. Никогда не было и вот опять, как говорится. При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Чем меньше боеприпасов, тем меньше шансов на продолжение войны. Лучше, чтобы она не продолжалась. Вот уж точно слова члена комитета по защите прав человека. Также специалисты заявили, что вредных выбросов в атмосферу не было и местным жителям ничего не угрожает. ЧП произошло при испытании реактивной двигательной установки. Как сообщают в ведомстве, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было. Радиационный фон сейчас в норме. Но ранее СМИ сообщили, что в соседнем Северодвинске сработали датчики радиационной обстановки. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Нюнаксе. Это страдания просто для людей, которые живут вокруг. Никогда не было и вот опять, как говорится. Кто виноват-то? Ну кто виноват? Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова